Девушки отдыхают Девушки отдыхают 14 марта 1989 года Дональд Рэтч, американский радиолюбитель перехватывает сообщения, отличающиеся от того, что он когда-либо слышал раньше Источник сигнала — космический шаттл «Дискавери», находящийся на околоземной орбите Но еще более удивительно содержание этого сообщения Хьюстон — это «Дискавери» Инопланетный корабль все еще в зоне наблюдения По неофициальной информации, «Дискавери» пошел на контакт с НЛО Через мгновение корабль сообщает, что потерял энергию В этот момент Центр управления дает команду сменить частоту связи Рэтч потрясен тем, что услышал И не он один Другие радиолюбители тоже засекли это сообщение, а некоторые записали его Несмотря на многочисленных свидетелей, НАСА опровергает информацию о таком обмене Почему американское космическое агентство отрицает возможное доказательство присутствия НЛО практически на Земле? Оказывается, случай с «Дискавери» — один из целого ряда подобных, о которых рапортовали астронавты за последние 50 лет 1961 год Президент Джон Кеннеди обращается к Конгрессу и американскому народу с призывом поддержать его мечту о высадке человека на Луну Настало время сделать большой шаг Время для новой грандиозной американской инициативы Время для того, чтобы наше государство заняло ведущую роль в космических достижениях, которые могут дать ключ к нашему будущему на Земле Гонка за то, чтобы стать первым, кто ступит в другой мир, началась Когда Кеннеди выдвинул в качестве государственной задачи отправку человека на Луну На поверхности лежала необходимость перегнать русских Но за этим стояло нечто гораздо большее И пока НАСА представляет своих героев и их достижения, чтобы увлечь массы, за сценой разворачивается совершенно другой спектакль Июнь 1965 года Говорят, что командир «Джемини-4» Джеймс МакДивид запечатлел ошеломительные образы неопознанного объекта, приблизившегося к его капсуле на орбите Позже МакДивид заявит, что НЛО было совершенно определенной формы, цилиндрической Оно было белым У него была длинная рука, которая высовывалась сбоку Через несколько месяцев, в декабре 1965-го, были записаны переговоры астронавтов «Джемини-7» Франка Бормана и Джеймса Ловела с центром управления Привидение на 10 часов выше Это Хьюстон, седьмой, повторите Привидение на 10 часов выше Но вместо того, чтобы сообщить эту новость миру, агентство прикладывает всяческие усилия с целью скрыть произошедшее Джейсон Мартелл, автор книги «Научный апокалипсис» После того, как многие астронавты «Джемини» стали что-то видеть в космосе, они ввели в обиход кодовые слова «Огонь, привидение, Санта-Клаус» для описания судна, проплывавшего снаружи их корабля Подстегиваемое большим количеством наблюдений, как на Земле, так и в космосе Американское правительство в 1966 году создает специальный комитет во главе с ведущим ядерным физиком Эдвардом Кондоном для исследования явления НЛО Рассекреченные материалы дела Комитет Кондона Комитет Кондона проверяет сотни файлов про НЛО, включая случаи, описанные астронавтами НАСА Когда в конце 1968 года группа представляет свой окончательный доклад В нем содержится вывод о совершенно необъяснимых ситуациях, заслуживающих высочайшего уровня доверия И все же НАСА не проводит дальнейшие исследования наблюдений на Джемине По непроверенным данным, в 60-е годы 20 века американские астронавты сообщали об учащении и появлении НЛО на орбите Некоторые специалисты полагают, что НАСА утаивает от широкой публики их доклады НАСА не только знало о внеземном присутствии Билл Бёрнс, издатель журнала НЛО, но оно регулярно имело дело с этим внеземным присутствием В конце 1968 года проект НАСА «Аполлон» готов впервые покинуть земную орбиту и выйти на орбиту Луны «Аполлон-8» с командиром Фрэнком Борманом и пилотом Джимом Ловелом Вместе с ними пилот лунного модуля Билл Андерс Их курс ведет к темной стороне Луны И они вне пределов связи с Центром управления Когда корабль появляется вновь, записывается следующий разговор Вас понял Имейте в виду, здесь Санта-Клаус Шокирующее заявление Согласно предполагаемому радиокоду НАСА «Аполлон-8» указал на присутствие НЛО в непосредственной близости от Луны Мира, куда они по графику должны были прибыть через 7 месяцев И хотя перед общественностью все отрицалось На момент полета «Аполлона-8» НАСА Начало серьезно рассматривать возможность необычных явлений на Луне Рассекреченные материалы дела Каталог сообщений о лунных событиях Выпущенный в 1969-м каталог лунных событий Хранит наиболее полный перечень зафиксированных лунных аномалий С 1500-го по 1967-й год В сообщениях отмечаются наблюдения необычных цветов, вспышек света и туманов Время исследования поднимает целый ряд вопросов Были уже у НАСА доказательства инопланетной деятельности на Луне? Если были, что бы случилось, если бы общество об этом узнало? И обязали ли агентство постоянно скрывать планы, связанные с «Аполлоном»? Сегодня многие специалисты считают, что НАСА Дает своим астронавтам подписать соглашение Согласно которому именно агентство окончательно решает Что они могут говорить обществу о своих заданиях, а что нет Астронавт Меркурия Гордон Купер был последним американцем, летавшим в космос в одиночестве В письме, зачитанном в ООН 9 ноября 1978 года, Гордон Купер написал Я считаю, что эти внеземные корабли и их экипажи Прилетали на нашу планету с других планет Которые, очевидно, технически более продвинуты, чем мы на Земле Я считаю необходимым создание на самом высоком уровне Скоординированные программы по научному сбору и анализу данных со всей Земли Если Купер прав насчет инопланетного посещения Земли Тогда что могут найти астронавты, когда они, наконец, сделают шаг в другой мир? Думаю, у меня в голове две Луны, в то время как у остальных людей только одна Голос Майкла Коллинза, но периодически я думаю о второй Луне, о той самой, которую помню совсем близко 18 июля 1969 года Аполлон-11 отправляется в свой исторический полет на Луну Командует экспедиции Нил Армстронг Пилот командного модуля Майкл Кольмс Баз Олдрин, пилот лунного модуля, который высадится на поверхность Сотни миллионов людей на всей планете приклеились к экранам телевизоров, наблюдая за поминутным разворачиванием событий Но через два дня полета экипаж узнает, что, возможно, у него есть и другая аудитория По имеющимся сведениям, они наблюдают неопознанный объект, движущийся рядом с их модулем Трое астронавтов потрясены Но они не могут обсуждать этот объект перед миллионами слушающих их людей Астронавты считают, что единственным объяснением может быть лишь то Что это SIVB Третья ступень их ракета-носителя, резко отделившаяся после старта двумя днями ранее Они просят Хьюстон уточнить, как далеко SIVB от модуля Но полученный ими ответ был подобен ударной волне Аполлон-11, это Хьюстон SIVB сейчас в 11 тысячах километров от вас, конец связи Это было непонятно Объект, который они наблюдали, находился гораздо ближе На сегодняшний день этот предполагаемый объект так и не был идентифицирован НАСА никогда официально не признало его присутствие во время полета Но если рассказы астронавтов правда, Аполлон-11 был не один И это не последняя неоднозначность, окружавшая тот исторический полет Джон Гринвальд, писатель Я думаю, что два последних десятилетия доказали, что НАСА что-то скрывает Когда речь заходит об общении НЛО с нашими астронавтами Но что именно? По неофициальным данным, в 60-е годы 20 века Астронавты НАСА сообщали о многочисленных встречах с НЛО на околоземной орбите Кульминацией этого стала сверхъестественная драма с Аполлоном-11 20 июля 1969 года Лунный модуль садится на Луну Говорит база спокойствия Орел сел Вас понял, спокойствие Вы прилунились Мы все тут чуть не посинели Теперь мы снова дышим Огромное спасибо Несколько часами позже Около 500 миллионов человек наблюдали Как Нил Армстронг становится первым землянином, делающим шаг в другой мир Сейчас я выйду из лунного модуля Один шажок для человека И гигантский скачок для всего человечества Это важный момент человеческой истории Но многие специалисты полагают, что во время своего короткого пребывания Астронавты Аполлона увидели гораздо больше того, что было разрешено увидеть остальному миру Во время двух с половиной часов прогулки по Луне Связь прерывается на две минуты Мир, затаив дыхание, ждет восстановления сигнала, теряясь в догадках, что же произошло Но затем сигнал, так же внезапно, как он исчез, возвращается И связь восстанавливается НАСА настаивает, что это результат того, что одна из бортовых телекамер перегрелась И это повлияло на передачу сигнала Но многие специалисты ставят под сомнение честность такого объяснения Что же произошло за эти пропущенные минуты? Согласно писателю Отто Байндеру, никто не затерялся в темноте Байндер заявляет, что общался с независимыми радиолюбителями Чье оборудование обошло радиовыходы НАСА И перехватило необычный разговор между астронавтами и Хьюстоном В это никто не поверит Повторите, повторите Я бы сказал, что здесь еще один корабль На противоположной стороне кратера Они там И наблюдают за нами Это возможно? Неужели Армстронг и Олдрин и правда Во время этих таинственно пропавших минут Видели на Луне НЛО? Морис Шатлен, бывший руководитель систем связи НАСА Позже, в 1979 году Подтвердит эту сторону истории Заявив, что Армстронг действительно сообщил о том, что видел два НЛО на краю кратера Согласно Шатлену В НАСА все знали о встрече Но никто об этом до сих пор не рассказывал Еще по мнению астронавтов Там было горно-шахтное оборудование Неужели инопланетяне ведут на Луне разработки? И правда ли, что затемнение лунной камеры — это лишь обычная неисправность? Каждый раз, когда идут переговоры между Центром связи и астронавтами в космосе Используются два канала Один канал общего пользования, передающий информацию Но также есть и секретный канал Линия Министерства обороны Которую можно отключить от широкого доступа И свободно общаться с астронавтами Многие уфологи считают, что затемнение вещания Возможно, скрыло столь неожиданный поворот от всего мира Некоторые также заявляют, что Олдрин запечатлел на пленке лунные НЛО Но она тут же была конфискована агентством После возвращения экипажа Аполлон-11 на Землю Всплыли дополнительные доказательства, указывающие на сокрытие НАСА информации На фотографиях были зафиксированы гигантские своды Устья туннелей, лунные города и другие искусственные сооружения Можно просмотреть некоторые доклады, которые были сделаны Когда мы летали на Луну, посылали туда астронавтов Они сообщают, что видели там настоящую инопланетную базу Возможно, то, что было сфотографировано на Луне Во всей своей совокупности никогда не показывалось широкой общественности По непроверенным данным, на сегодняшний момент Обнаружено строение возможного инопланетного происхождения Не менее чем в 44 районах лунной поверхности Майкл Салла, физик-уфолог Я лично думаю, что на Луне есть инопланетные базы Но пришельцы поняли, что было много политических факторов Для того, чтобы был дан старт Аполлону У людей был некий уровень доступа на Луну Но в определенный момент инопланетяне сказали Это наша сфера влияния Вы здесь чужие Больше не возвращайтесь Возможно, они скоро снова увидят гостей Земли Астронавты НАСА и Заполон-11 были близки к тому, чтобы подтвердить существование инопланетной колонии на Луне Но если это правда, то что привело их туда? Какие богатства спрятаны в этом безжизненном мире? Некоторые специалисты считают, что ответ надо искать не на Луне, а на Солнце Солнце — это огромный термоядерный реактор И один из производных продуктов этого массивного выброса энергии Невидимое вещество, известное как гелий-3 Атмосфера Земли препятствует тому, чтобы гелий-3 достигал ее поверхности Но у Луны нет атмосферы Миллиарды лет ее поверхность бомбардировалась непрекращающимся потоком гелия-3 Некоторые уфологи предполагают, что в инопланетных кораблях двигатели работают на ядерном топливе И таким топливом для них является гелий-3 Они убеждены, что инопланетяне добывают это вещество на поверхности Луны Как Китай, так и Россия выдвинули в качестве основной задачи будущей разработки недр выделение гелия-3 Тот, кто контролирует его источники, возможно контролирует будущее планеты Земля и освоение космоса Специалисты считают, что очень скоро Соединенные Штаты будут вынуждены вступить в контакт с этой новой космической расой Но что произойдет, когда три великие земные державы-соперницы столкнутся с инопланетянами, которые, как было доложено, уже контролируют Луну? Это одна из особенностей реальности Присутствие инопланетян не только здесь, на Земле, но и, конечно же, вне ее Возможно, на нашей Луне, возможно, на других планетах Станет ли разворачивание новых лунных экспедиций межпланетным конфликтом, который поглотит Землю? А главным призом — контроль последнего рубежа Что такое НЛО? Космические корабли или нечто иное, прилетевшее на Землю из невообразимо далекой галактики? Является ли целью их дальнего перелета Земля? И пришли ли они с миром или хотят поработить нас? Многие из тех, кто заявляет, что видел инопланетян или был похищенными, почувствовали, что те агрессивны по своей природе От загадочных планет, находящихся на окраинах Солнечной системы до эпических путешествий вне пространства и времени Смотрите нас, чтобы узнать секрет происхождения инопланетян Пролив Ла-Манш, 23 апреля 2007 года Маленький пассажирский самолет направляется из британского прибрежного городка Саутгемптон на остров Олдерни Пилот Рэй Бойер в ужасе от того, что на их пути завис какой-то объект, излучающий желтое сияние По мере приближения он видит и второй идентичный объект, появившийся из-за первого У Рэя нет сомнения, что эти объекты внеземного происхождения Пассажиры тоже замечают объекты После 15 минут кошмара самолет идет на посадку в пункте назначения А НЛО скрываются за облаками Бойер немедленно рапортует об увиденном руководству гражданской авиации Великобритании Позже он узнает, что эти объекты видели пассажиры другого самолета и двое свидетелей на Земле Изучение данных радара ни к чему не привело Откуда появились эти НЛО и куда потом исчезли, так и осталось загадкой Как два гигантских НЛО могли без предупреждения войти в самое загруженное воздушное пространство планеты а потом исчезнуть бесследно? Во Вселенной более 100 миллиардов далеких галактик Мы живем в галактике Млечный Путь и только в ней более 400 миллиардов звезд Ближайшая к нашей Солнечной системе звезда Проксима Центавра расположенная в более чем 4 световых годах от Земли А значит, до нашей планеты, даже со скоростью света, оттуда лететь больше четырех лет Неужели космические корабли пересекают громадные межзвездные пространства, чтобы изучить Землю? Или их дом все же гораздо ближе к нам? Десятилетиями ученые НАСА наблюдали непонятные объекты, блуждающие в космосе А последние 20 лет два аппарата Voyager передают на Землю данные и изображения из-за пределов нашей Солнечной системы Voyager 1 был запущен в 1977 году и пролетел уже более 19 миллиардов километров Он миновал планетную систему и пояс Койпера Огромное кольцо, состоящее из более 100 тысяч планетоидов и более мелких космических тел, каждый из которых может оказаться домом инопланетян За поясом Койпера находится облако Оорта состоящее из триллионов ледяных тел, которые иногда устремляются к Солнцу, как кометы Недавно ученые Университета штата Луизиана обнаружили за облаком Оорта мистический объект в четыре раза превосходящий планету Юпитер Предполагается, что благодаря его гравитации кометы и устремляются к Солнцу Но что это за мистический объект? Впервые разговоры о планете-призраке начались в 1846 году вместе с открытием планеты Нептун Почти астрономы обнаружили небольшое отклонение планет Нептун и Уран от своих орбит что позволило предположить наличие где-то в пространстве космоса еще одной планеты гравитации, которой они подвергаются Ее назвали планета Х В 1930 году была открыта планета Плутон и десятилетиями считалось, что загадка планеты Х разгадана Но в 1978 ученые доказали, что Плутон слишком мал, чтобы воздействовать на движение Урана и Нептуна В 2009 году Международный астрономический союз переименовал Плутон в карликовую планету И поиски планеты Х возобновились Может ли это гигантское космическое тело на краю исследованного космоса оказаться легендарной планетой Х? Возможно, именно там, место запуска НЛО, которые мы видим на Земле? Или нам предстоит заглянуть гораздо дальше в глубины межзвездного пространства вместе с Вояджером-1, недавно покинувшим пределы Солнечной системы? Миллионы людей на нашей планете заявляют, что видели НЛО Но если инопланетяне существуют, то откуда они прилетели? Рассекреченные материалы дела Бетти и Барни Хилл Ньюгемпшир, 19 сентября 1961 года Супруги Хилл, Бетти и Барни ехали по проселочной дороге в Новой Англии когда обнаружили, что их преследует загадочный объект То, что случилось потом, изменило ход истории На Землю опустился свет, из которого вышли маленькие создания Затем супруги неожиданно поняли, что находятся перед своим домом Промежутка во времени событий они не обнаружили Но то, что произошло с ними на инопланетном корабле они смогли воспроизвести лишь спустя годы под гипнозом Из глубин подсознания всплыли подробности облика похитителей Расы, которая стала известна миру под названием серые человечки Джон Гринотт, младший писатель Серые человечки – самое часто встречаемое описание инопланетян и в поп-культуре, и у очевидцев Их рост от 90 до 120 сантиметров У них большая голова Огромные медалевидные глаза Серая кожа Тщедушное телосложение Пара утверждает, что над ней проводились шуткие медицинские эксперименты А Бетти вспомнила еще кое-что Что инопланетянин показывал ей звездную карту и пытался объяснить, откуда они прилетели Через несколько лет непрофессиональный астроном попытался сопоставить непонятные точки на бумаге с известными звездами в небе Результат оказался ошеломляющим Согласно карте, путешествие инопланетян началось с дзета-сетки Двойной звезды в 39 световых годах от Земли Открытие было опубликовано в журнале «Астроном» и вызвало дебаты среди специалистов Дзета-сетки – родина серых человечков? Если так, сколько же они летели? И когда впервые прибыли на Землю? Ученые Эдинбургского университета создали компьютерную модель и определили, сколько понадобится времени межзвездным кораблям для исследования нашей галактики Если двигаться со скоростью одной десятой от световой, получилось меньше, чем возраст Земли Возможно ли, что древняя инопланетная цивилизация которая на миллионы лет старше нас уже отправила корабли к Земле? Рассекреченные материалы дела Происшествие в Дульче Дульче, Нью-Мексико, август 1979 Фил Шнайдер, военный инженер, работает вместе со своим подразделением над серией тоннелей к юго-западу от столовой горы Арчулета Долгое время ходили слухи, что в этом месте расположена секретная военная база Дульче, вырубленная в горе На ранних стадиях бурения оборудование несколько раз выходило из строя там, где должно было бесперебойно работать Шнайдер был озадачен, когда на объекте появилось целое подразделение хорошо вооруженных зеленых беретов, чтобы контролировать ход работ Почувствовав, что может произойти нечто ужасное, он вооружился 9-мм пистолетом Его группе, наконец, удалось пробурить тоннель и Шнайдер вместе со спецназовцами отправляется его исследовать Меня опустили вниз в специальной корзине Он был шокирован, увидев внизу серого человечка двухметрового роста а за ним еще несколько инопланетян, работавших на подземной базе Инженер тут же начал стрелять Я убил двоих Да, они смертны Но в следующую секунду в меня ударил голубой луч и буквально вспорол меня, как рыбу Луч, похожий на молнию, отрезал Шнайдеру два пальца и нанес сильнейшие ожоги Солдаты вынесли его в безопасное место Начинается бой, в котором гибнет 60 американских солдат Но гораздо страшнее было то, о чем Шнайдер узнал позже Правительство знало об этой базе Инопланетяне обосновались там, думаю, 400-500 лет назад Возможно ли, что инопланетная раса орудует в горах нашей планеты Возможно, даже в ядре планеты Веками Действительно ли НЛО вынуждены преодолевать огромные расстояния Или инопланетяне нашли способ срезать путь межгалактического путешествия На недавних снимках НАСА появились странные объекты величиной с планету Которые ныряют в Солнце, а потом вновь появляются в космосе Некоторые специалисты считают, что НЛО использует Солнце для подзарядки своих двигателей В солнечном ядре атомы водорода находятся под огромным давлением Что провоцирует процесс синтеза или термоядерную реакцию Одним из побочных продуктов которой является гелий-3 Возможно ли, что НЛО летят сквозь Солнце, чтобы получить его Или им нужно что-то другое На снимках космического аппарата НАСА для наблюдения за Солнцем Была обнаружена огромная дыра на поверхности звезды Некоторые считают, что именно в нее и ныряют НЛО Они уверены, что это межзвездный портал Войдя в который, можно выйти на другой звезде в другой галактике С помощью таких порталов НЛО могут преодолевать огромное расстояние в мгновение ока А с учетом того, что только в нашей галактике насчитывается порядка 400 миллиардов звезд Количество пунктов назначения бесконечно Но путешествие по межгалактическим тоннелям может оказаться не единственно возможным для инопланетян Рассекреченные материалы дела Происшествие в лесу Рэндлшем Ипсвич, Великобритания 26 декабря 1980 года Американские летчики, размещенные на двух авиабазах Бенд Уотерс и Вудбридж, увидели странные огни в соседнем лесу Рэндлшем Джон Борроуз и Джим Пеннистон с еще несколькими военными добились разрешения пойти в лес Чтобы, как они тогда думали, расследовать крушение самолета Ник Полк, Министерство обороны Великобритании Но когда они оказались на месте, то увидели не разбившийся самолет, а приземлившийся НЛО Команда спасателей подошла достаточно близко, чтобы разглядеть странную надпись на корпусе корабля Напоминавшую египетские иероглифы Они тут же вернулись на базу и доложили о своей находке Но когда прибыла новая группа, она не обнаружила ничего, кроме трех отпечатков на земле Очевидно оставленных посадочным устройством НЛО Счетчик Гейгера показал возросший уровень радиации в этой точке Министерство обороны Великобритании организовало масштабное расследование На допросах Борроуза и Пеннистона выяснились невероятные вещи Хотя они находились возле НЛО несколько секунд Оказалось, что прошло 45 минут Такой феномен уфологи называют утраченное время Многие люди, похищенные пришельцами, обнаруживают, что имел место феномен утраченного времени Обычно выясняется, что прошло в три-четыре раза больше времени, чем они предполагали Многие специалисты предполагают, что этот феномен — побочный продукт способа путешествия НЛО Они движутся не в пространстве, а во времени Нам известны три измерения, в которых мы разговариваем, перемещаемся и взаимодействуем Четвертым измерением является время Согласно научной теории, пространственно-временной континуум — это наложение пространства и времени Это означает, что эти два измерения существуют неразделимо Означает ли это, что два человека, подошедших к НЛО, оказались в его пространственно-временном континууме, созданном во время их путешествия к Земле? Знаменитый пример инцидента утраченного времени в Чили предлагает более убедительные свидетельства Рассекреченные материалы дела Чилийское искривление времени Пампа Лускума, Чили, апрель 1977 года Военный патруль устраивается на ночлег в конюшне Около четырех часов утра солдаты увидели странный свет в небе, недалеко от их местонахождения Они уже собирались разобраться, что же это, как неожиданно появляется второй НЛО Капрал Армандо Горидо идет проверять второй объект и исчезает в его свете Патрульные отчаянно пытаются найти своего товарища Пятнадцать минут спустя они слышат звук тяжелого удара и с удивлением обнаруживают пропавшего Капрала, лежащим недалеко на Земле Он жив, но это событие изменило его навсегда Горидо был крайне изумлен, обнаружив, что по его электронным часам прошло пять дней А его лицо заросло недельной щетиной Как для него могло пройти пять дней, если для его сослуживцев это было всего пятнадцать минут Был ли Капрал Горидо похищен пришельцами и прошел ли он сквозь временной портал так же, как солдаты в лесу Рендалшем И объясняя эти путешествия во времени, как большие группы НЛО появляются из ниоткуда, а потом бесследно исчезают Несмотря на прошедшие десятилетия, уфологам так и не удалось понять, откуда прилетают НЛО и каковы их цели Некоторые из них полагают, что дом инопланетян где-то в дальних уголках нашей Солнечной системы Другие, что они проходят огромное расстояние в межзвездном пространстве или летят через межпространственные порталы Но есть и другая, тревожная для нас вероятность Они существуют вне пределов понятных для нас измерений Последние исследования Вашингтонского университета, проведенные с помощью компьютерной программы, разработали модель человеческой эволюции на 100 тысяч лет вперед Выяснилось, что у людей будут большие глаза и сильно увеличится череп Что невероятно совпадает с описанием серых человечков, которых видела Бетти Хилл и тысячи других очевидцев Кто может быть более заинтересован в сохранении человечества от саморазрушения? Ответ прост Человечество будущего Билл Бирнс, доктор юридических наук, редактор журнала НЛО Могут ли пришельцы оказаться людьми из отдаленного будущего, путешествующими во времени? И если это так, то серые человечки – одна из ветвей нашего общего семейного древа Субтитры создавал DimaTorzok